Привет! Меня зовут Денис, если вы вообще это помните, и вы на канале по настолям. Сегодня я распакую игру Море облаков, такую белую прекрасную коробочку. Повернем ее, и здесь лежит карта, как ее можно прочитать. По-русски здесь написано, что ее надо на что-то будет заменить. Видимо, в игре была какая-то ошибка, и вот такую карточку уже положили, чтобы ее заменить. Давайте сразу про качество. Зачем ее распаковывать, если можно по карточке оценить. Достаточно плотная и стандартного размера. Может быть, чуть-чуть меньше, но вообще она такая вот более-менее плотненькая. Углы не шероховатые, гладенькие. И пусть она лежит здесь, а пакет выкинем. Начинаем распаковывать. Поехали. Красочные, яркие иллюстрации. Проспектик и правила. Открываем и смотрим. Все такое глянцевое, все такое, как фотографии раньше делали. Правила, ну, среднее количество, но все очень более-менее, видимо, описано. Просто изучить и потом вам показать. Дальше. Ну, конечно, куда я пройду без кораблика и, возможно, треуголка, шляпа такая. Но для начала надо это все открыть и вам показать. Деревянные компоненты есть в игре. Несколько штучек. Попугай, попугай. Его нужно в первую очередь распаковать. Вот такой вот он. На что-то должен будет, видимо, ставиться. Может быть, это где-то потом можно будет найти. Так, жетончики за нас уже выдавили. Ну, для кого-то это плюс, для кого-то это минус. Я люблю лично выдавливать жетоны. Вот такие вот они. Дублоны, наверное, за которые нам придется побороться. И непосредственно та самая подставочка, куда надо ставить, будет попугая. Вот так вот. Пускай постоит, вы его видеть особо не будете. Дальше. Блокнотик для подсчета очков. Это круто. Я в каждой распаковке это говорю, потому что так удобнее подсчитывать и намного приятнее это делать. Отлично. Дальше. Карты. Огромная стопка карт. Давайте распакую и покажу, что там есть. Смотрим различные иллюстрации. И они все разные. И странно то, что они все вертармашками друг к другу. Какие-то вверх, какие-то вниз. Рубашка у них одинаковая. Наверное, нет. Давайте посмотрим. Уже нет. Здесь какие-то достопримечательности. Бутылки. Видимо, рома, черепа. Это все нужно будет почитать. Вот это я не очень понимаю, когда... Или это двухстороннее просто. Нет, не двухстороннее. Просто карта вот так вот перевернутая. Очень это странно. Но они все хорошего качества. Все очень приятные на ощупь. Не матовые и не глянцевые. Что-то вот среднее. Поэтому пускай карта, кстати, где-то карта. Вот ее надо будет заменить. Это надо будет чуть-чуть попозже сделать. Пакетик с остальными монетками. Плюсом я считаю то, что монетки, по крайней мере, разложены уже в отдельные пакетики. И их не нужно будет перебирать. Большой дублон и поменьше дублон качества. Они все плотные. Нужно очень постараться, чтобы их погнуть. Вот. Более-менее долговечные, как я думаю. И что у нас осталось? В большом пакете у нас лежат планшеты. Видимо, для игроков. Так, это что у нас? Какое-то поле. Возможно, с которым мы будем взаимодействовать. Куда-то там летать. И так как игра от двух до четырех игроков, видимо, четыре человека будут вот так играть. Насколько они уникальны, это я не знаю. Если уникальны, это будет круто. Если нет, ну, тоже ничего. Посмотрим. Это есть. И о, пакетики. Пакетиков никогда не бывает мало. Это самое замечательное. Все. Все. Остался ложемент. И больше ничего. Ну, для такой небольшой коробочки, в принципе, компонентов достаточно. Обычно бывает даже меньше кладут. А здесь положили более-менее нормальное количество. Спасибо, что посмотрели эту распаковку. Была распаковка игры. Море облаков. И до скорых встреч. Колокольчик. Палец вверх. И расскажите друзьям. Пиратам. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует...